Так, продолжим. Какая же главная работа? Что конкретно надо делать, чтобы начать зарабатывать деньги и построить себе бизнес, который сделает тебя по-настоящему свободу? Что конкретно надо делать? От слов к делу. Надо научиться делать презентацию. И делать ее часто, много и разную людям. Можно делать ее вживую, одному человеку. Можно рассказывать группе людей о бизнесе. Можно большой аудитории, можно дома, можно в офисе, можно в зале, можно где угодно можно, лишь бы это работало. Можно с использованием технических средств, телефон, скайп, можно использовать интернет умно. Неважно. Самое главное, чтобы эта презентация впечатляла людей. Чтобы она вызывала у них состояние, такое же, как у вас. Желание использовать продукт, желание участвовать в бизнесе и мечта стать свободным. Построить себе бизнес, который сделает тебя по-настоящему свободным. Только не надо мне говорить о том, что вы рассказывали уже всем своим родственникам, вас никто слушать не хочет. Мне часто говорят, ой, Олег, меня никто не хочет слушать. Да это не работает. Да я уже всем, кому только не мог рассказать, они не хотят слушать, они все тупые, они ленивые, у них нет денег. Это неправда, это вранье. Вот я вам вот что скажу. Возьмите репродукцию какого-нибудь художника, или лучше карандашный рисунок какого-нибудь великого художника. Положите его перед собой, возьмите лист бумаги и карандаш, и попробуйте за 30 минут вас произвести. Вас отрек возьмет. Ужас охватит. И руки опустятся. Потому что вы поймете, что вы никто, вообще никто. Или наоборот, или попробуйте сесть за рояль, или за саксофон, или я не знаю, за что угодно, за губную гармошку. И попробуйте воспроизвести как то, что звуки, которые производит мастер. И с вами будет то же состояние. Или выйдите на лед и попробуйте прыгнуть хотя бы там 2,5 оборота. Или еще что-нибудь попробуйте сделать, что делают мастера. На что мы привычно смотрим и думаем, какие хорошие ребята. Эти люди посвятили годы, годы тому, чтобы отточить свое мастерство. И это мастерство их не сделало свободными. Или во всяком случае немногих. Нам требуется всего лишь навсего научиться путем многократного повторения. Продумывание, изучение опыта других, как делать презентацию так, чтобы она влияла на людей. Но если тебе самому нравится этот продукт, и ты веришь в этот бизнес, то какого хрена другие люди не услышат тебя, если ты делаешь правильно, а не сопли жуешь. Ведь большинство из нас бред несет. Бред! Понимаете? Бред! Потому что он ни разу не написал эту презентацию от руки на листе бумаги. Он ни разу ее не переработал. Он ни разу ее не репетировал перед зеркалом. Он ни разу не записал себя на видео. Он не представляет, какую лапшу он вешает людям на уши. Он говорит, как шрапнелью сыплет. Вот в чем проблема. Единственное, что вам нужно, научиться делать презентацию. И делать ее часто. И учить этому своих людей. Ведь это же простейшая вещь. Вся работа состоит только в этом. Тогда у вас будет строиться сеть. Если вы будете многократно ее повторять год за годом, год за годом, год за годом, год за годом, вы разбогатеете сказочно. Я не знаю, что может быть важнее научиться делать презентацию. Ну, конечно, потребуется время. Но нужно выучить две книжки. Ваш первый год в сетевом маркетинге Марка Ирнелла. Не прочитать, не пролистать, а изучить, если у вас есть мечта и цель стать свободной. Вам нужно изучить книгу Рэнди Гейджа, как построить многоуровневый денежный механизм. Вот хотя бы две книги. Знать их в идеально, идеально. Понять, откуда что берется. Научиться использовать то, что там заложено, кровавый опыт. И все. И вы станете богатым. Это просто. Это просто. Я покажу вам. Я дам рекомендации, как научиться делать презентацию. Я не хочу сказать, что у меня идеальная презентация. Но мне удалось же построить организацию в несколько десятков тысяч людей. И только благодаря тому, что я делал простые презентации. Простые, доступные, которые начали повторять другие люди. Я расскажу потом, попозже. Пусть у вас будет хорошее настроение. Нам всего-то навсего. Надо научиться делать презентацию. Нам не надо пять лет учиться в институте, потом десять лет в аспирантуре, потом, чтобы стать профессионалом и получать 300 долларов. Нам нужно год, два, три, четыре. Максимум пять. И стать богатым человеком, миллионером. И свободным. Как вот это вот пространство. Посмотрите, какая красота. Будьте свободными. Учите презентацию.